всем привет небольшой такой перерыв на отдельно по вопросам что-то стал снимать там про сочи часто задавать стали вопрос по сезонным работам у меня так не особо великое представление обо всех работах но скажу вкратце о тех что знаю скажем так последнее время сразу скажу последние года три стали очень хорошо контролировать весь процесс начиная от отелей баров заканчивая пляжной территорией но это касается на строительство и много всех схожих смежных отраслей если раньше можно было мимо кассы как говорится очень много пропускать то последние года 2-3 все это очень хорошо стала приостанавливаться у меня знакомые по аренде кто берет пляжи в аренду территории много чего еще либо в ноль либо в минус но отдельная история про то что легализация каких-то денег это отдельная история в кратце в кратце те кто думает что приехать и ну оклады маленькие в этом году кстати вообще с зарплатами и графиками очень все печально здесь все поменялось на корню похоже так она и будет с учетом того что приезжих намного меньше кто готов работать сезонных сотрудников здесь еще на не до конца понимают что все это идет в какой-то такой стартовый катится потому что с одной стороны мало туристов отдыхающих с другой стороны тех же работников которые обеспечивают этот отдых и еще меньше местные не особо готовы идти работать за на тех условиях которые предлагают и с теми требованиями учитывая что им не надо тут проживание особо питание тоже это так с теми моментами которые происходят то есть последние вот этим года два-три здесь все скатывается в то что раньше можно было за 4 там месяца за 5 заработать скажем так на зиму многим кто так экономично живет это было возможно то последние два-три года наверное плюс соотношение курсов цены всего остального то есть какой-то вариант приехать сюда именно на заработки я считаю что это глупость есть много людей кого я лично знаю которые приезжали периодически они просто приезжают с учетом что они не могут себе позволить отдых за свой счет они приезжают поработать и отдохнуть с учетом сменных графиков то есть два дня работают два дня отдыхают учет с учетом того что также вечером они свободны и вся ночь гуляй не хочу море солнце ну и все остальное два дня там позагорали в остальное время отдыхают общение опять же более или менее свободно опять же возраст в возраст очень разные начиная там от лет двадцати девятнадцать восемнадцать и заканчивая там за полтинник то есть людей очень много разных приезжает в плане последних опять же скажу вот в этом году наверное смысла особо вообще никакого нет потому что с тем что сейчас происходит и с теми условиями которые прописали там роспотребнадзора и все остальное отеля часть отелей вообще не хотят работать арендаторы аренда сейчас еще висит но как всегда в начале года безумная какая-то там среднем от за торговое место ну или за место грубо говоря на пляжной линии от 150 там до полмиллиона причем это надо заплатить сразу и на весь сезон непонятно будет он не будет скорее всего сами понимаете что какой будет сезон в общем вот в этих словах если в двух словах сказать что но этот сезон провали этот был ужасный если не брать в расчет что это все как-то в отдельных историях что окупить легализовать часть доходов имея какой-то сезонный бизнес вот только в этом плане может быть но это пока все пройдешь круги договоришься с администрацией возьмешь лицензию проверки все пройдешь это все очень смутно так она а так в среднем что здесь сезонный бизнес отеля кто приезжает со сменными работами строительство такси такси здесь опять же после проверки в том году лицензии очень хорошо проверяли многие таксисты просто уехали даже несколько знакомых было которые хотели просто поработать и отдыхать в промежутках то есть такая ненапряжная работа покатал поехал на море покушал в таком плане снять не особо дорогую комнату квартиру там на двоих-троих многие уехали буквально через месяц полтора с начала сезона то есть середине где-то июля они уже многие отсюда уехали в плане каких-то пляжных работ опять же повторюсь раньше можно было очень много на аренде зарабатывать мимо кассы когда это все принадлежало отелям гостиницам контроля как такового либо его общение было либо он был все люди работают за зарплату и соответственно все хотят получить какую-то копейку сверху последние годы стали ставить но везде сам работал в контроле в том числе и гостиниц отелей очень хорошо все это стало контролироваться стали ставиться определенные люди которые смотрят за этим которые от этого имеют процент ну и они как бы не далекие родственники скажем так тех кто там работал блин ближний круг скажем так и мне выгодно было все это просто делите себе какую-то копеечку больше доставалось помимо этого потом официанты все что касается ресторанного бизнеса ну там я не особо в этой структуре знакомых много но опять же они все вот сейчас сидят то есть такой момент в общем я не знаю последние годы здесь на мой взгляд делать особо нечего если только вариант приехать поработать и отдохнуть если нет возможности ну только так либо просто приезжать отдыхать вот все что я считаю что по сезонному бизнесу в сочи но это не только сочи ты на многих курортов курортных городов краснодарского края касается но это отдельно сам разбираю сейчас железяки постараюсь в июне наверное в июне успею часть заказов уже отправил сейчас доделаю кое-что но и много всего надо сделать сейчас разберу в июне постараюсь еще сделать вторую часть смотри много кто написал хотим бритвы без заточки там просто какие-то на эксперименты на реставрацию сейчас разберу за пару дней может быть что-нибудь отдельно отложу ну и в общем то что еще сказать у нас сегодняшнего дня довольно свободнее стало до 6 числа здесь все закрыто потом неизвестно я как и говорил скорее всего это середина июля конец июля когда здесь что-то будет понятно а так с осени опять же непонятно что будет сейчас здесь многие уезжают знакомые то есть они уже свернули свои предприятия такие небольшие просто уезжают ну в принципе я и сам хочу хочу но пока хочу у нас еще тут много чего надо сделать возможности не совсем комфортно будут если так все это бросать поэтому надо все доделать совсем разобраться на это к сожалению ни один месяц может быть не первый не один год вот два непонятно что вот постарался сказать то что думаю по всему этому сезонной работы в сочи опять же повторюсь это на мой взгляд это того она не стоит если ехать в плане какого-то заработка но она сейчас так и везде поэтому свои плюсы своих минусов тоже очень много не считая того что многих здесь просто банально обманывают опять же это все уже от людей зависит от их мнения и возможностей умственно ну ладно в общем всем удачи всем пока такое небольшое видео даже немножко подзатянул я со своими мыслями у меня как бы хватает чем заниматься хотя сезонная работа в этом году я ее просто не стал заниматься потому что не вижу смысла в этом с теми условиями которые предлагают в общем я считаю на того не стоит всем удачи всем пока еще раз